Сразу несколько картинок. Я все сейчас открою. Все фотографии, сохраненные графики, таблицы, которые так или иначе описывают сегодняшнюю или текущую ситуацию, помогают нам разобраться о том, что происходит и будет происходить. Это достаточно важно, потому что график в метатрейдере вы и без меня видите. Цены, котировки активов видны всем. У всех есть тот или иной софт, будь то метатрейдер или какой-либо другой. Так вот, я открою все абсолютно графики, которые держу для вас аж с прошлой недели. Ну и давайте начнем с обзора вообще ситуации. Что происходит у нас? Включаю десктоп. У нас сразу несколько секунд, тут вопрос скажем. Окей, алекс трейдер, я потом отвечу. Вы лично написали вопрос, позже отвечу. Вот. Сначала включаем метатрейдер. У нас сразу несколько активов упали туда, где мы в прошлый раз, в прошлый вторник советовали их. Ну не то, чтобы покупать, присматриваться, а может даже и уже в сделку входить. Почему не закачивается у меня? Опять установить плагин, как обычно. Установил, открыл. И после установки должен уже показаться вам. У вас на экране должен появиться мой десктоп. Попробуйте еще раз разрешить. И вот вы должны его видеть. Начать. Вы сейчас видите презентацию, я так понимаю, да? Нет, вы сейчас видите десктоп. А, я забыл представиться и забыл показать шапку. Да, сначала я представлюсь для тех, кто первый раз на нашем вебинаре. Я Фред, управляющий активами, торгую уже много лет. Вот 20 будет на носу через годик. 98-й, 2018-й. Чем только не занимался, какими рынками только не занимался. И вот сейчас я стабильно торгую на опционных конструкциях. Кстати, я вам счет покажу, он снова вырос, достаточно серьезный прирост. Но в процентах не скажу, но ощутимо. Уже 157 было с утра, сейчас, может быть, 156. И в свободное время обучаю людей все, что связано с рыночной, с трейдерской тусовкой. Мне интересно. Вот у нас сейчас криптоконференция будет, хотя мне криптовалюты не так уж и интересны. Ну, так, поинтересоваться всего лишь, но я этим не занимаюсь. Но вот решил быть одним из организаторов, соучастников, модератором крупной конференции, которая против 25-го числа у нас в Таллине. Окей, дальше я могу сказать вот, что риски, должен предупредить вас, что рынок это риски, маржинальная торговля это обязательно повышенный риск, вы и без меня знаете, но регуляторы требуют всех предупреждать. Так что, знаете, что вы можете больше, чем имеете на счету, если торгуете с ключом, собственно, с маржой. Ну, организатор вебинара, Admiral Markets, вот в Сталине внизу, в Лондоне, и номера, по которым вы можете обращаться к ним, и очень оперативно получите ответ. Ну, и маленькое объявление. Наконец-то мы осенью запускаем уже тематические вебинары. Летом мы этого не делали, потому что, ну, все отдыхают. В сентябре я не успел прям вот все собрать, потому что темы могут повторяться. Я вот несколько раз расписывал, понял, что кажется, это уже где-то было. Тут надо осторожно проходить. Так что, вот, наконец, именно октябрь будет тем месяцем, когда мы запустим, наконец, снова наши тематические вебинары. А то мне очень многие пишут, я и в Admiral отправляю эти сообщения, и сам как бы наматываю на ус. Очень многие хотят, наконец, учиться, а не просто обсуждать текущую ситуацию. Итак, включаю свой экран. Мы начнем с MetaTrader, потому что, как я говорил, действительно есть о чем поговорить. Сразу несколько активов... А, я даже не открыл MetaTrader, а уже его включаю. В общем, я вам включил экран, а MetaTrader я вот только сейчас открываю. Вы даже видите. Сейчас откроется... Вот он, открывается, как-то там. Мне нужно, вот сразу открылся Boeing на экране. Да, это акции Boeing, они на исторических максимумах. Тут вообще делать нечего, кто хочет рискнуть, шортить, но это не сигнал ни разу. Идем дальше. Тут у нас индекс доллара сразу же. Но он восстанавливается, мы видим, очень медленными темпами. Благодаря тому, что и евро падает, и фунт сегодня очень сильно упал. Мы о нем подробнее поговорим. Так что индекс доллара восстанавливается. Хотя, мне кажется, на картинке индекса доллара более вялое восстановление. Все-таки это совокупная корзина всех валют против доллара. Ну, не всех. Пяти или шести валют против доллара. Видимо, не все так активно падают, как евро и фунт. Окей, идем дальше. Тут у нас снэпчат делать нечего. Вовремя я шорт закрыл в очень хорошем месте. Сейчас вот думаю, как выкупить путы, там, по-моему, одиннадцатые были. Ну, ладно, это жать. Газ, наконец, газ. Давайте дейли график посмотрим, что я вчера делал. Я активно продавал путы 2,4, потому что вчерашнее падение 3,6, по-моему, процентов было. Или 3 с чем-то, не помню точно. Ну, достаточно ощутимая, достаточно серьезная. Такая вот голова и плечи даже где-то прорисовывается. А тут, наверное... Нет, давайте 4-часовой поставим. Это лучше отходить. Вот плечо, голова, плечо. Вот она шея. Район 2,95-2,93. Вот в этом районе можно уже думать. Если пробьем вниз, то, конечно, взглянув на сезонные факторы, посмотрев, что происходит фундаментально с ценами на газ, можно уже принимать решение. Ну, вот пока я вот продал путы, они уже подешевели, чем мне нравятся опционы. Самую панику продаешь, потом цена еще хуже, но ты в плюсе. Вроде бы пошло против тебя, но ты в плюсе. Потому что важен момент. Вот в этот момент, когда было минус 3% падения, паники было больше. И 2,4 опционы расхватывали как пирожки. А сейчас, возможно, хоть и мы ниже, чем вчерашнее закрытие, или там же, уже паника рассосалась. Все подумали, ну да, было и было. Окей, тут тоже нет сигнала. Кстати, DAX. В прошлый раз, сейчас я посмотрю в чат и вспомню, кто у меня, кто спрашивал про... Сейчас мы откроем всех участников. Кто спрашивал про DAX? По-моему, была женщина, и имя ее было на А, по-моему, Антонина. Или я ошибаюсь? Нет, в чате сейчас нет ее. Я бы вспомнил имя. По-моему, да, это была все-таки, ее звали Антонина. А сейчас в чате такого имени у нас нет. Спрашивал про DAX, и мы договорились, что нужно брать, как только мы вот эту проторговку называют, консолидация, как угодно, выйдем из какого-то более-менее узкого диапазона. Если вниз там селить, если вверх покупать, действительно вышли вверх, выборы прошли, все нормально. Оценка рынка капитала Европы, хоть и разношерстные разные данные, я вот как раз сейчас пишу статью об этом, о дешевых и дорогих фондовых рынках. Кстати, такая маленькая тоже реклама. 5 или 6 числа выйдет, для тех, кто живет, конечно же, в Таллине, а кто не в Таллине, попросите меня, я вам вышлю PDF-версию. Выйдет специальный выпуск к одной газете особой. Это такая газета, которая в России издает, точнее, владельцы шведы и в России издают это издание, «Деловой Петербург» называется. Есть у нас в Эстонии, в Латвии есть. Одни издатели в трех разных странах выпускают. Так вот, выйдет специальный выпуск, который уже третий, и он все интереснее и интереснее, нам постоянно пишут, спрашивают. Контент там готовлю полностью я, там спонсор тоже Admiral Markets, ну, спонсор выпуска, так скажем, главный рекламодатель этого выпуска. И вот мы туда собираем за квартал все самые интересные статьи. Вот все, что было за этот квартал, за последние три месяца, мы туда собираем и публикуем. Я могу сказать анонс, что будет в этом номере. Кто захочет, пишите мне, добавляйтесь в скайп, я напишу скайп, добавляйтесь мне в скайп, и я вам вышлю PDF-версию, такую цветную, очень даже читабельную, абсолютно бесплатно, почитайте, там много интересного. Что будет в этом выпуске? Много будет крипто, там частично автор не я, я приглашаю разных людей, включая вот, вот, по-фински, Admiral Markets тоже, интересуются очень скриптой, и уже даже в этом сильно продвинулись. Будет про переоцененность, недооцененность рынков, площадок, P-ratio, также будет статья про то, о чем мы сейчас поговорим, про то, что октябрь оказывается особенный у нас месяц. Вы знаете, уважаемые трейдеры, октябрь выделяется очень сильно среди всех месяцев, и чуть позже я скажу, чем, чем он особенный. Ну, ладно, идем дальше, все это будет чуть позже. Так вот, мы продактс говорили, что самое время брать, как только мы пробьем, будет первый же импульс вверх, новый локальный максимум, он случился, и 1200, там, 600 с чем-то, и 1200, 900. Ну, неплохо, пошли вверх. Фунт. Вот, наконец, мне больше всего нравится вот этот график, потому что мы сделали хорошую коррекцию, интересно было бы посмотреть, насколько хорошую, хотя бы по Fibonacci отмерить, последний импульс, ровно 50%. Обратите внимание, мы коснулись 50% отката, это классика, это классический уровень технического отката, если ты же технический откат, а не разворот. И он совпадает с уровнем, трендовым уровнем, с линией, которая как раз вот в этой линии пересекается с ценой. Но учтите, у нас нонфармы, у нас завтра сначала ADP, а потом нонфармы, это неделя, кто смотрел видео, можете на сайте Адмирала посмотреть, на канале в Ютубе есть вот вчерашнее, да, сегодня что он стоит, да, вчерашнее, вчерашнее видео, вчерашний ролик, где я говорю о макрособытиях этой недели. Самое важное, что ждет нас, это нонфармы в пятницу, поэтому в преддверии нонфармов, наверное, будьте все-таки осторожными. Я бы брал, я бы брал сначала с небольшим стоп-лоссом, а потом, если мы его как-то коснемся, закроемся на нонфармах, но в целом закроемся выше этой линии, снова бы брал. То есть стоп-лосс, конечно же, нужно ставить именно вот сюда, не знаю, сколько это пунктов, 1.32.44, не думаю, что больше, чем 100 пунктов он будет. Все-таки для таких сильных движений, вот посмотрите на последние движения, 1.28, 1.36, 50, ну, многовато, 800 пунктов, да, для таких сильных движений 100 пунктов даже немного, нормально. Вот, ставил бы сюда, а если он пробьет его, закроет, но потом все-таки мы закроемся выше у этого канала, я с новым стопом уже на минимуме той свечи, которую рисовал, снова покупал и сдал бы рост. Потому что, мне кажется, банк, Европейский центральный банк будет дольше ждать повышения ставки, чем это сделает Банк Англии. И вот этот рост фунта, он был обусловленный инфляцией высокой, вот последние темпы ВВП, конечно, не особо, или что у нас было в прошлый раз, то есть сейчас, сейчас точно, чтобы не запутиться, по Англии вышли у нас данные, нет, безработица это была, по-моему, да, было ВВП, чуть слабее оказалось, чуть-чуть слабее, ну, окей, то есть, единственный показатель, который вышел хуже, чем ожидал того уровня, совсем чуть-чуть. А вот, собственно, мы увидели коррекцию. Так что, технически, хороший момент подбирать, ну, давно я не видел графиков, чтобы они вот так вот росли, и так же быстро падали, нарисовав непонятно что. Но это может быть и голова, и плечи. Обратите внимание, плечо, даже два плеча, да, шея, можем упасть снова в район 1,28 шеи, если уж совсем плохие будут выходить данные, и наоборот, хорошие будут выходить нон-фармы в пятницу. Так что, будьте осторожны. Момент хороший, но, к сожалению, нон-фармы могут просто создать повышенную волатильность. Так, это у нас был фунт. Идем дальше. Мы уже говорили об этом, что я бы брал, вот в прошлый раз у нас был где-то вот здесь вебинар, я сказал, что брал бы где-то совсем близко, и продолжал бы покупать еще глубже. Вот это и есть еще глубже. Дальше уже, похоже, будет на разворот. Ложный, не ложный, мы потом узнаем. Так, это индекс, парный трейдинг. Тесла. Тесла, мы уже обсуждали этот пробой. Вот посмотрите, мы пробили важную линию. Сейчас новый лоу показали за последние несколько месяцев. С июля такой низкой цены не было. И большие покупки, так как фондовые индексы в целом растут, Америка в целом растет. Большие покупки прям со дна собрали 332 и 346. Я тут как раз путы продавал сегодня на одном из портфелей. И у меня висит шорт. Вот я в шортах по Тесле. Очень внизу я сильно в минусе. Это шортовая позиция. Но за счет того, что я пачками продаю путы, 250-й вот здесь, 300-й, Я вывел эту позицию уже в плюс. Или она скоро выйдет. Ну то есть я шорт готов держать долго. И на него продавать много путов. Собирать дань с рынка. Все остается в силе. Хороший, конечно, был импульс снизу. Так сказать, быки зашли в рынок. Но пока мы оставимся ниже этой линии. Тут еще пару мумингов надо включить. Каких-нибудь 100-дневных и 200-дневных. Я очень люблю эти муминги. На глобальных трендах они очень о многом нам рассказывают. Вот, кстати, муминг мы пробили. И снизу снова касаемся. Давайте посмотрим 200-дневный муминг, о чем нам говорит. Сделаем 200. Цвет немножко поменяем. А, до 200-дневного мы еще не дошли. Так что вот между дневными мумингами находимся. Что я могу сказать? Я бы удерживал продажи, но поспешил бы выйти, если мы уйдем выше 360. Если войдем обратно в этот канал. Особенно, если это будут такие же импульсы, сильный вход. Не вяло, как вот здесь, а сильный, уверенный вход. Все же, Тесле давно пора показать коррекцию. Двойная вершина здесь, хороший сигнал. Ну и еще один есть фактор, который касается не только Теслы. О нем чуть позже. Чуть позже. S&P на новом максимуме. Не могла Тесла провалиться. Нет, все, конечно, могло быть. Но Тесле сложно было сейчас сегодня провалиться куда-то очень сильно вниз. Тогда как фондовые рынки показывают новый хай. 2532 уже было. Сейчас 31.91. Это новый исторический максимум. Уже который день мы бьем новый максимум. Ничего нового. И позже я расскажу, почему октябрь может все это изменить или, по крайней мере, нужно быть готовым к этому. Золото. Мы говорили, что эта линия достаточно сильно удерживается. Можно от нее покупать со 100+. Золото. Или же добиваться вот здесь. Вот как раз так же, как и по фунту, видимо, очень схожие тренды против доллара, золото дошло до тех уровней, где вот уже вторая станция, вторая точка для усреднения, назовем это усреднением, где можно уже усредняться, покупать. И еще раз поставить 100%. Но это опять же для тех, кто вот прям любит золото, считает, что оно будет отыгрывать всю волатильность возможную. Это связано и с сезонностью. Про октябрь я уже третий раз намекаю, но не говорю. Это связано и вот с этими геополитическими всякими рисками, которые тоже утихли. Убийство в Лас-Вегасе не в счет. Так что, если вы хотели давно взять золото, знайте, что оно вот ровно на той точке, где его уже можно брать с небольшим стоп-лосом. Если пробьем, наверное, следующая точка 1200 с копейками. Долларов на 50 еще ниже, можно только там его брать. Но я не сторонник ни того, ни другого. Хотя, если опять ситуация накалится, буду локти кусать, думать, что как так, опять я пропустил. Но, как бы, направленная торговля не мое. Я лучше через акционы зайду, а пока там ничего интересного нет. Окей, наконец, нефть. Самое важное, что я отслеживаю, самый мой интересный мне рынок. Мы уже всегда в чате в трейдерском опционном. У меня есть еще один чат, где совсем их узкий круг трейдеров обсуждали этот момент, что колы продавали, теперь путы продаем. Хороший момент. Я не знаю насчет покупок. Я уже давно медведь, время от времени я снимаю шкуру медведя, но шкуру быка я никак не одену. И мне кажется, что в ближайшие несколько лет быком на рынке нефти, особенно при ценах близких 50, я точно не стану. Но вот если мы ниже 50 пройдем, мне кажется, можно уже шортить с целью 48-47. Но опять же, направленное торговля не мое, и уровни не совсем те, где можно что-либо делать. Давайте улыбку поставим, посмотрим, что происходит. Боковик, скучнейший боковик, учтите, что тоже очень похоже на голову и плечи. Точнее, два плеча, одна голова, вот второе плечо или первое плечо. Ну, то есть, очень похоже, что где-то в районе 45-43 находится линия шеи. Вот такая вырисовывается фигура. Флет. Это и на ценах на опционы сказывается. Они все меньше и меньше, сильно не заработаешь. И в направленности, грязные такие фигуры, грязные пробои. Даже не знаю, что рекомендовать. Вот абсолютно ничего. Вот разве что, вот это плечо, если, не плечо, даже вот этот уровень 50, там, с копейками, если мы пройдем сильно вниз, здесь бы я шортил с небольшим стопом. Ну, может быть, еще уйдем на 48. А тут уже легче просто дождаться запасов, мне кажется. Завтра, да, будут запасы. Я не смотрел давно календарь. Окей, ну и, наконец, евро. Евро, как вы видели, мы об этом говорили, что пробой этой линии не прошел даром. Не зря рынки несколько раз касались этой вот важной трендовой линии. Она даже, скажем, канальная. То есть верхний параллельный тренд тоже совпадает, прям угол, да, наклона совпадает с нижним. Пробили вот эту поддержку мощную, ну, как мощную, локально. Несколько раз ее пытались пробить, не могли, а упали. И вот сейчас на уровне 1.17 нашли поддержку. Пробьем, не пробьем, никто не знает, но если 1.17 будет пробит, то очень важный уровень, можно от него отталкиваться. Опять же, нон-фарма, будьте осторожны, вполне вероятно, мы снова нарисуем голову и плечи. Видите, как много индикаторов, как много инструментов рисуют голову и плечи, как много таких вот ситуаций, которые могут привести к разворотам. И, кстати, все это очень даже вовремя, потому что осень и октябрь, особенно период обвалов. Вот сейчас я к этой теме и подхожу. Все, с мититрейдером закончили. Если есть вопросы, спрашивайте. Я переключусь на наши картинки. Первое, что я хотел вам показать, это вот как раз октябрь. Обратите внимание, количество дней, процентов, когда рынки падали на 1% и более. В октябре 30% случаев, то есть первое место занимает именно октябрь, как месяц. Скажем, в декабрь 20-21%, тут целых 30%. Статистически небольшой кажется разница между декабрем и октябрем, но это много, он выделяет, смотрите, на такой самый медвежий месяц из всех. На втором месте январь, там 25-26, а тут уже почти 30%. Это с 1970 по прошлый октябрь. Вот текущий октябрь пока его не изучили, посмотрим, чем он закончится. Он только начался, сегодня второй торговый день октября, третий день октября, но первое было воскресенье. Так что вот вам намек на то, что октябрь может быть жарким. По крайней мере, об этом говорит статистика. Не факт, что этот октябрь, то еще 10 лет могут в октябре быть, а не особо. Ну, 10 может много, будет уже выходить из статистического ряда, но пару лет еще можем в октябре вообще ничего не показывать, и это никак не нарушит нашу статистику, концепцию. Дальше. Тут статистика о том, сколько в этом году было движений в 1%. Ну, наверное, движений вниз. Посмотрите, а, не видите, сейчас, секунду. Я переключу. Сейчас. Олег, все верно, на самом деле говорится об изменении, но часто волатильность, я не знаю, что именно вкладывали в это слово автор этого исследования, но вы, наверное, знаете, что волатильностью считают, например, на индексе S&P, индекс WIX, он считает только вниз падение. То есть, если рынок растет, волатильность падает. Поэтому подсознательно уже мы все понимаем, что имеется в виду именно вот такой сильный разворот. Не рост там на 3% в октябре, большинство этих случаев как раз касаются падения. Хотя и формально, да, речь идет об изменении. Ну и учитывая, что рынки очень сильно выросли, жару, если мы добавим в октябре, то, скорее всего, это будет как раз вниз. Ну, например, 87-й год, если кто-то помнит, я не помню, но много в этом читал. 87-й год – это как раз черный понедельник. Черный понедельник 87-го года, Долг-Джонс упал на 23%, по-моему, процента. И еще несколько падений было в октябре. То есть, все-таки, да, речь идет у права технические об изменении, но мы-то понимаем, что это. Так, ну, почему не переключаются картинки? Окей, сейчас я еще раз, еще раз нажму. Да, все, открылось. Открылось. Секундочку. Вот опять. Изменения в 1% в этом году было только 8%. То есть, такой скучный, неволатильный абсолютно год. Хуже было, наверное, в 64-м, в 63-м. Видите, 6,3. Ну, хотя год еще не закончился, но вот на данный момент более спокойные годы – это 63-й, 64-й. Да, только 8 движений в 1% и более было. Хотя вот в 63-м, видите, оранжевый, 2-х процентные тоже изменения были, они видны. Сейчас я покажу прямо на графике. Да, вот. В 63-м были изменения на 2%, вот оранжевый. На 4% не было. В 64-м вообще не было ни 2, ни 4, да, такой вялый был рынок. Сейчас у нас тоже такая ситуация, как в 64-м году. С тех пор… А, вот еще 72-й. Вот там хотя бы 10 движений было, да, 1% и более. А сейчас у нас вот такая ситуация, которая была всего за последние 60 лет, 70 лет, два раза. В 64-м самый спокойный рынок из всех. И в 72-м движений на 1% было больше, на 2 случая, но движений в 2% не было вообще, 4% тем более. Вот такая у нас картинка. Посмотрите на 8-й год. Какой был волатильный рынок. 42-м случая, да, 42-м примерно, да, случая сильных движений по 4% такая волатильность. Еще 2% изменений было где-то 40-м тоже случаев. Нет, не 40-м, 30-х случаев 2% и более, до 4-х. И остальное все это 1%. Вообще 134 торговых дня – это ровно половина, да, получается 250 у нас торговых дней, 134 – больше половины. Более половины торговых дней в этом году были волатильные и имели движение более чем на 1%. Видите, здесь тоже, скорее всего, речь идет о падении, потому что мы все помним о 2008-м год. Девятый тоже, 117. Тут количество 4% движений было намного меньше изменений, но в целом не сильно отстает год. То есть, 117. Ну и потом восстановление. В 11-м, помните, рейтинг США снизили, с ААА, с самого максимального до чуть ниже понизили. Тоже были сильные движения. Видимо, за счет этих дней сформировалась такая вот статистика 96. Также был разворот, обвал доткомов 99, 2000, 2010, 2001, 2002 и потом пошло восстановление. Так что мы рискуем сейчас попасть где-то в этом году или в следующем году в один из вот таких вот месяцев, куда движений будет очень много. Инвесторы уже отвыкли, спекулянты тоже отвыкли. Но вот сейчас мы как раз находимся в одном из самых спокойных годов за последние 51, да, с 50-го года, за последние 60, почти 70 лет. Вот так. Хорошо, вот вам еще один график. Предупреден, значит, вооружен. Всего лишь я тут показываю какие-то интересные картинки, чтобы понимать, что происходит. Это не торговые сигналы, конечно же, никакие не руководства здесь ни разу. И вот давайте посмотрим из того же источника LPL Research. Взят график. Оказывается, четвертый квартал исторически самый такой сильный доходов корпораций. С 50-го года тоже ведутся исследования. Вот четвертый квартал самый такой сильный по прибылям. Но пока у нас не четвертый, поэтому просто предупреждаю заранее. Что еще у нас здесь? Вот этот график я не видел, я его сохранил. Но вам пока, теперь, чем вам показать, хотел разобрать, но не успел. Давайте вместе посмотрим, что это за график. Это, опять же, четвертый квартал S&P в четвертом квартале 1950-го года. Всего было там 67 случаев, да, 67 лет, 57 четвертых кварталов. В среднем S&P показывал 4%, 4,9%, 80% времени он рос, да, я так понимаю. Вот тут разная статистика. С начала года, там еще новые максимумы в сентябре, ну и так далее. Максимумы вообще в сентябре. Вот такая статистика и тоже доказывает, что четвертый квартал, это вот, который сейчас начинается, уже начался, мы в четвертом квартале. Почему я сказал, что сейчас не четвертый квартал? Как раз сейчас четвертый квартал начался, просто он не закончился, мы результатов не видим, а так четвертый квартал уже начался. Ну, еще это связано, видимо, вот с тем же октябрем, что сначала рынки падают, а потом восстанавливаются сильно после коррекции, и поэтому по четвертый квартал успевают прибавить достаточно сильно, по 4 по 5 центов после коррекции. Вот вам еще один график. Что у нас дальше? Что тут? Да, смотрите, что ждут рынки? У нас же будет заседание, сначала ЕЦБ, потом Банк Англии, по-моему, и только потом ФРС. ФРС недавно было, числа 20-го. Что ждут, чего ждут от ФРС рынки вот в этом году? Смотрите, наверное, не каждый раз такое случается. Сам ФРС прогнозирует одно повышение. Видите, вот синее, это количество повышений, да, кумулятивно в этом году, которое еще осталось, да, к концу года. Одно повышение. ФРС так и сказал в прошлый раз, в 18-м мы ждем 3, хотя здесь показано, а, кумулятивно 4 вместе с этим, 3, в 17-м одно. Рынки ждут с вероятностью 50%. Рынки не согласны с ФРС, они все-таки думают, что мало ли, что там ФРС нам говорит, все-таки вероятность 50%. В 18-м году кумулятивно, то есть одно повышение в 17-м и еще 3 повышения в 18-м. Это вот Project by FED, это FED ожидает, ФРС ожидает. Рынки даже меньше, чем 50% у них вероятность, что будет в 18-м году. Expected by market, ожидаемое рынком, а это проектируемое самим ФРС. То есть рынки не так оптимистичны, как ФЕД, как ФРС. Можно ли на этом торговать? Давайте так, мы говорили, что это будет дискуссия, я сделаю перерыв, ну как перерыв, я остановлюсь, а вы мне скажите, какую можно построить стратегию, если ожидать А, вариант А, FED прав. Помните, была фраза такая, никогда не против FED, никогда не против FED не идите. Если ФРС прав, а рынки неправы, недооценивают. Как можно торговать, как можно выставить торговую стратегию? Ну, например, на валюту. Что бы вы делали? Покупали бы доллар, продавали бы. Так, Алекс Трейдер пишет, что покупать доллар лучше. Все так пишут, да, я тоже так думаю. Если рынок недооценивает ФРС, и ФРС пойдет на повышение ставки действительно 4 раза, включая 2017-2018 год, да, осталось еще там 4 повышения, а рынок об этом не думает или не уверен, то да, вы правы все, хорошо было прикупить доллар, и уже по факту того, если ФРС все-таки сделает то, что думает, и это рынки не совсем согласны, это рынки не совсем уверены в действиях FED, то вы правы, доллар будет дорожать, потому что рынок в итоге получит более агрессивную политику, чем та, которую он ожидал от ФРС. Так что да, все верно. Да, еще Михаил пишет сокращение баланса, там 4,5 триллиона лежит у ФРС, и он может начать его скидывать. И вот Алекс пишет вдобавок, что в теории Загора все такое, будет нежданная новость, сильное движение. Ну да, вероятно будет, что-то будет, а может и не быть этой новостью. Фондам рынка вообще много всего не нужно. Идет импульс, идет движение, паника нарастает, а потом уже плохие новости, они сами выскакивают. То есть они были, они были на плаву, просто о них начинают вдруг случайно говорить. Это вполне нормальное поведение рынка. То есть вот если сейчас обвалится фондовый рынок прямо с сегодняшнего дня, нам не нужно ждать плохих новостей. Не факт, что действительно новое что-то произойдет, плохое, и именно поэтому обвалится рынок. Нет, просто рынок вспомнит те вещи, которые раньше не видел, розовые очки у него были. Начнут вспоминать и то, что баланс, фея, это все что угодно может быть. Все-то о нем знают об этом балансе, что он будет сокращаться. Но когда начнется обвал, все начнут говорить, что это ФРС свалил, потому что он сокращает баланс. Так мы давно об этом знаем. Ну, например, все что угодно могут вспомнить. Ну и логично, если рынки не верят и ФРС делает, да, Алекс, значит действительно нежданчик. Значит рынки удивятся, впадут в шок. Вот посмотрим, интересный, из всех картинок, мне эта картинка больше нравится, неожиданностью, лично для меня это неожиданно, что рынок так сильно недооценит. Ну и наконец, посмотрите, в конце 2019 года, два повышения с копейками, а ФРС вообще ждет шесть повышений с копейками. Ну, шесть против двух. Сильный, то есть, хорошо бы торговать с прицелом на 2019 год. То есть, если действительно ФРС делает то, что сделает, в 2019 году то уж точно недооценивают рынки. А вот лонгра, совсем долгосрочно, разница все-таки чуть меньше. Шесть с половиной против четырех двадцать пять. Это не проценты, а раз, количество раз. Вот так. Давно я такого не видел, чтобы рынки что-то недооценивали вот настолько. Что у нас еще есть? Давайте посмотрим. У нас есть график еще открылся. Сейчас. График. Вот так. Ну, давайте начнем с армагеддонских всяких графиков. Нет, давайте вот с этого, что здесь. А, все верно, да. Это у нас индекс S&P и 2017 года. Нынешний S&P и 87 года S&P. Тут вот умники какие-то наложили эти графики и намекают нам на то, что мы обвалимся прямо вот с этого момента. Ну, во-первых, два любых графика роста, если наложить, они будут иметь вот такую высокую корреляцию. Растущие тренды не обязательно прям повторятся ситуациям. Два растущих тренда, они будут сильно коррелировать, как S&P 17, S&P 87. Это как бы я немножко розовые очки снимаю. Не все так, как мы думаем, мы видим на картинке. Но с другой стороны, действительно, по времени, по времени, вот тайминг, если брать, действительно, обвал начался именно вот с этого дня. Ну, допустим, это было 3-е, 5-е, там 6-е октября. Я не помню, черный понедельник на какой день попался, вот точную дату я не помню. Вот, судя по графику, красная линия, это было меньше, чем в середине, да, наверное? Да, в середине. Это было, по-моему, 15 октября. Да, это, по-моему, было 15 октября, обвал был. Ну, я не уверен. Но началось все, пик такой второй, совсем, самая высокая точка была раньше, а вот пик, откуда все развернулось, началось. Как раз приходится на начало октября, одну неделю мы падали, рынки думали, интересно, это временная линия, да, потом бабах, упали очень сильно, с 2000, там, с 450 до 2000. Это, ну, достаточно много. Сейчас вот 23% показывает. Так что, вот вам график по таймингу, если этот октябрь будет таким же, как вот октябрь 87-го года, кстати, сколько лет прошло? 97, 7, 17, 30 лет. Если рынки, как Михаил написал, раз в 30 лет обвал, а рынки вспомнят такая мышечная память, такая мышечная память, или, не знаю, еще какая-то память, технический анализ, это и есть память рынка, вспомнят, испугаются, и каждый второй, третий, там, или каждый пятый трейдер начнет закрывать свои позиции, то это случится, возможно, это случится. Окей, идем дальше. Вот Алекс пишет про циклы Кондратьева. Нет, ну, между 87-м и 17-м был же еще один обвал, как бы он не раз в 30 лет получается, а именно какой раз в 30 лет, а был еще, просто 87-го был 2000-й доткомы, был 2008-й ипотека, ипотечный кризис с Апрайм, и вот сейчас, так что, как раз получается где-то 11 лет, чуть меньше. Так, идем дальше. Что у нас? Да, вот, ценовое изменение Dow Jones в четвертом квартале. Ну, так как у нас уже начался четвертый квартал, можно считать, что мы уже вот как раз под эту статистику подходим. Это Bloomberg, более достоверный источник. Видите, что это у нас за много-много лет, за 100-м с лишним лет, в 87-м году, вот тот обвал, о котором мы говорили в октябре, он был самым страшным именно вот в четвертом квартале, точнее, не именно в октябре, а вообще в четвертом квартале, в данном случае речь идет о октябре, если мы говорим о восьмом, в 87-м году. В седьмом был вот тоже обвал, там 5%, то есть в четвертом квартале вот в эти годы были вот такие сильные изменения. Вот вам еще один график. Что еще? Давайте дальше. Здесь у нас Russell 2000. Это тоже американский индекс. Туда входит 2000 компаний мелких small cut, так называемых, с маленькой капитализацией. Я его тоже не разбирал, с одного форума я его взял. Так, о чем здесь говорят? 84, это своего рода такой, а, RSI, это же RSI, да, это же наш технический индикатор, да, Related Strength Index, индекс относительной силы. Вот видите, он сейчас по Рассову достиг 84. Последность такой был в 97-м году, RSI был перекуплен, да, вы знаете, это перекупленный. Индикатор RSI показывает относительную силу рынка, и если он заходит на уровни там выше 70-80, говорят, что рынок перекуплен, что ему пора пойти на коррекцию. Вот сейчас он как раз перекуплен, причем настолько перекуплен, что последний раз такой был в 98-м, 97-м году. Что у меня еще есть для вас? Вот еще одна картинка. А, нет, это не касается рынка, это касается, я просто все подряд собираю, и мне интересно с вами делиться, даже если это не конкретно про рынок. В прошлый раз мы разбирали, сколько в каких странах диктаторы сидят у власти и нашли корреляцию между, обратную корреляцию между количеством лет, которое у власти один человек и благосостоянием в этой стране, как ни странно, хотя ничего странного в этом нет, сменяемость власти вполне нормальная вещь, это подтверждение просто других правил уровня там о развитии общества, демократии и так далее, свободы слова. Здесь у нас уровень конкурентоспособности рынков, не фондовых, конечно же, а рыночная, не рыночная, а конкурентоспособность экономики. Вот на первом месте Швейцария, потом идут Штаты, Сингапур, Голландия, Германия, ну не секрет для нас, это самые развитые экономики и отчасти благодаря конкурентоспособности, открытости, прозрачности, удобству ведения бизнеса. Вот в Финляндии соседи наши попали сюда на десятом месте, я думаю, где-то там топ-20 даже Эстония, топ-30 даже где-то Эстония, но она, конечно, маленькая, что-то называться, конкурентоспособной. Норвегии нет, Андрей, я полагаю, что из-за сырьевого характера рынка вполне возможно, что Норвегия, видите, конкурентоспособность понятие растяжимое, тут можно много всего учитывать и называть экономико-конкурентоспособной, включая там, я не знаю, зависимость от сырья, количество там компаний, прозрачность бизнеса и т.д. и т.п. Я понимаю, что Норвегия немножко такая сырьевая. Видите, на первом месте страна, которая ни разу не сырьевая, ни разу не гигант ни в чем. Самая такая старушка Европы, Швейцария, самая нейтральная, даже дело не в политике, самая такая, как сказать, самая-самая. Хоть и чашка кофе там стоит раз в 10 дороже, чем в Москве, там, в Риге, в Таллине, но все же уровень жизни. И наоборот, страны, которые ни разу не конкурентоспособны, самые такие африканские, что не есть страны, где один человек много лет правит, ладно бы, была бы одна проблема, это правление одного человека, там масса проблем, просто это страны с ужасными условиями для жизни в экономиках уже не идет речи. Окей, вот еще один график вам покажу, и все. Это золотовалютные резервы России. Россия увеличивает, вот здесь видите, бордовым цветом, я немножко увеличу картинку, бордовый, это вот Russian Federation, да, здесь Россия, как она увеличивает свои золотовалютные запасы с 2000 года, видите, долгое время держались на каком-то стабильном уровне, сейчас темпы роста прям бешеные. Также Китай наращивает, особенно вот такой резкий скачок был. Ну, про Китай сложно сказать, потому что они не особо-то и прозрачно раскрывают все это, я так подозреваю, что эти данные, они так, как бы кем-то составлены, все-таки не совсем достоверны, что касается Китая, про Россию не скажу, вполне возможно, что Центробанк очень даже прозрачно раскрывает все свои резервы, а вот Китай не так честно любит говорить об этом. Турция тоже вот наращивала, потом продали, видимо, вот с теми событиями, которые были год назад, теперь снова наращивают. 500 тонн, да, у Турции 300 или 500, я не вижу. 500, похоже, тонн. Желтая это у нас Индия, стабильно не трогает свои желтые валютные резервы уже лет 8. Россия наращивает те же 10 лет ровно наращивает и еще более агрессивно, ну или не агрессивно, но до более высоких уровней нарастил Китай. И я думаю, что вот эти скачки означают, что Китай выдал нам какую-то информацию, то есть мы думали, что у них там 1000 тонн с копейками, и вдруг они сказали, что нет, у нас, допустим, 1600 тонн, и резко цифра стала такой, и потом медленно, скорее всего, рынок думает, что... Так, просто информация к размышлению, центральные банки покупают золото, продолжают покупать, самые крупные центральные банки, в резервах, если брать, Китай, Россия, и остальные страны, БРИКС, ну не совсем БРИКС, но развивающие страны, вот так активно покупают. Привело ли это к бешеному росту цен на золото? Наверное, давайте возьмем 2011 год, когда были очень высокие цены на золото. Видите, в это время только Россия наращивала, а Китай, ну мы не знали ничего об этом, скорее всего, было на прежнем уровне, Индия тоже, наверное, не раскрывает, скорее всего. Так что центральные банки довели до максимума исторического своей золотой, не валютной, даже, а именно резервы в золоте. Что можно сказать? Если вдруг они прекратят скупать активно, или цены на нефть упадут, и Россия как-то купит, купать, то на рынке будет еще один недвижий фактор. То есть, тот, кто покупал постоянно, возможно, временно уйдет с рынка, мы не знаем, просто если действительно цены на нефть упадут, то центральному банку будет не до покупок золота. Но это так, тут вообще строить модели, какие-то предположения бесполезно, и как вы видите, корреляции никакой нет. За все время, пока ЦБ России покупал, и Китай наращивал, и даже Турция наращивала, цена на золото менялась много-много раз в ту или иную сону. Хорошо, у нас уже 21-26, как быстро время проходит, буквально только картинки разобрали, уже все прошло. Что я хочу еще вам о чем рассказать? Да, вернемся к MetaTrader. Вернемся к MetaTrader. Сейчас отключу его. Так, он исчез. Экран видим всем пользователям, но я не вижу, чтобы вы его видели. Да, все, вот, экран видим всем пользователям. Еще раз, давайте пройдемся по основным нашим, значит, газ, мало здесь кто торгует, терять время не будем, DAX уже вырос, фунт, вот, как раз, даже откат дает, свеча, видите, тень оставила, то есть, те, кто покупал сегодня, там, с утра, днем, наверное, уже могут чуть-чуть вздохнуть легче, даже ордера ставить не надо. Давайте посмотрим, диапазон, какой был. сейчас 1.32.42, а было 1.32.21, ну, всего 20 пунктов от минимума. Я бы просто брал со стопом, ну, если уж делать какие-то сделки, то делать их так. И если уж закрываться по стопу, то закрываться именно в такой ситуации по стопу, а не в какой-то нелепой, абсолютно без сигнала. Но, опять же, мы говорим сигнал, подразумеваем технический, классический технический анализ. У кого-то другие совсем параметры, у кого-то волны, у кого-то там осцилляторы. Мы сейчас говорим только о классическом техническом анализе. Вот, если как бы вот так вот следовать этому классическому техническому анализу, то самое время покупать с небольшим стопом. И стоп хороший, и потенциал есть. Единственное, что портит нон-фармы, вот на носу повышенная волатильность очень даже может быть. И тогда разрыв стопов вам обеспечен. Ну, что ж, бывает. Ну, и давайте я покажу свой счет, потому что как бы как традиция и как доказательство того, что я плюсь и торгую теми же практически идеями, только немножечко на других инструментах. А это мой счет 157-105. Нет, переключусь. 157-105. 157-105, а это значит вот, 157-105-164. И я выследил достаточно маржи, 67 тысяч маржи, но беда. Видите этот брокер, видите тут сообщение, что он закрывается, точнее, он не закрывается, в общем, экспресс-экспорт патформа закрывается, и мы переходим к головному брокеру Charge Schwab. Это самый старый дисконтный брокер, всех брокеров, раньше все были классическими, такими дорогими, и Charge Schwab первые решили сделать такой ритейл, пойти в массы и сделать брокера более доступным, с низкой комиссией, с низким порогом хода. И сделали. И потом они купили Option Express, по-моему, в 2010 году или 2009, может 2008, и теперь они закрывают Option Express как платформу, видимо, и всех просят до 8 октября, до 6-го перейти. Поэтому я тут особо не наращиваю позиции, все равно их закроют, все равно брокер 6-го числа требует, чтобы все позиции были закрыты и уже открыты на новой платформе. Так что, если я не закрою, то брокер это сделает принудительно. Тут немного осталось, пшеницу, как вы видите, я закрывал по 460-450, сейчас мы там же примерно, конечно же, я ее закрою, вообще все закроется здесь, и я открою на новой платформе. Так как счет клиентский, я это сделаю с клиентом вживую, потому что там требуется смс-подтверждение, ну вот буквально будет встреча с ним, и мы откроем новый счет. Поэтому я держу так много свободных средств, не торгую, потому что смысл, все равно через 2 дня эти позиции закроют, и нужно их снова открывать на новой платформе, что мы и сделаем. Вот так вот вырос счет за счет Теслы, немного пшеницы, большей частью нефти. Видите, сколько у меня колов было продано, 55-й кол, декабрьский, 55-й ноябрьский, 40-й, все, еще был 57,5, я его закрыл. Они резко подешевели, ну, в основном, да, из-за нефти счет получил такой скачок. А то мы долгое время сидели между 142 и 148, месяц, наверное, сидели, и вот, наконец, был такой серьезный прорыв. пускай тысяч на 12%, это, наверное, 8%, ну, тоже неплохо, 8% за 2 месяца, не за месяц. Окей, потому что, если мы считаем паузу, сколько мы сидели на месте, и потом месяц ушел на то, чтобы мы выросли, вместе получается 2 месяца. Так, у меня все, сейчас я посмотрю вопросы, какие здесь. Австралиец, пишет Олег, что Австралийца, интересная ситуация, buy, и Алекс пишет, что кредитное плечо снижалили при выборах в Германии. Нет, у меня, у брокера, не было изменений во время выборов в Германии. Ничего не было, ничего не менялось, абсолютно ничего. Так, Олег, Австралийца, сейчас мы откроем. Ctrl M, аут, если у меня он, нет, он у меня не открыт, посмотрим, что у нас за ситуация. Олег пишет, что buy намечается. Давайте, как обычно, я начну с weekly, глобальную картину посмотрим, и потом перейдем на менее глобальную, то есть локальную. Так, сейчас, сейчас, открою все эти вот. Да, так, коррекция в хороший район, тут у нас, скорее всего, тут треугольничка вырисовывается, опять же, мы по классике будем, да, обсуждать все. Треугольник, мы пробили его, неплохо пробили, прям, прям, вот, хороший импульс был в моменте, ушли вверх, и сейчас хорошую, сделали корректную. Да, Олег прав, что время, ну, может, еще немного упадем, но не стоит, судьбу испытывать, давайте потом, что дейли нам говорит, дейли нам говорит, что, вот эти тени хорошие оставили, в 3-4 дня, хоть и пробили этот минимум. Наверное, я бы тоже присматривался к покупкам, стоп-восс нам известен, давайте посмотрим, сколько он в пунктов, немного ли. Low 0.7784, High 0.7834, сейчас 0.7827, значит, 30 пунктов отсюда, и 2.50 пунктов, всего 50 пунктов можно ставить стоп-лосс, и ждать какой-нибудь ухода в район 1.8, или 1.7950, ну, неплохо, 150 пунктов, 50 против 150, классический 1 к 3 соблюдаются. Но если все-таки мы пробьем вниз, еще одна точка входа, вот район 0.77, вообще хорошо, ну, с копейками, я обычно всегда с копейками беру, чтобы, ну, вдруг круглые цифры, рынок иногда не любит доходить до круглых цифр, как раз останавливается, там, где-то, где-то 1.02, где-то вот 0.7710, 0.77105, где-то еще можно прикупить. Да, согласен, что хороший момент для входа. И, наконец, 4-х часовой, посмотрим, что нам шепчет. Да, вот он, первый импульс, кто-то может по скальпике коррекцию взять, поставить buy-limit куда-нибудь на 10 пунктов вниз и оттуда забрать, тогда стоп-фоск будет еще короче. Как-то так, да, как-то так, я давно не слежу, вот я не буду закрывать, пускай строительность остается на графике. Кто-то спрашивал про вебинар по Австралии, по макроэкономике Австралии, там, и азиатских стран. Ну, такого не будет вебинара прямо специфического, потому что, ну, мало кто торгует новозеландским долларом австралицем, но более широкий по кросс-курсам мы сделаем. Ну, и вообще, в октябре, наконец-то, как я уже говорил, вернем вебинары. Да, и еще, смотрите, заходим на канал, секунду, я должен был вам кое-что показать, с меня просили на канал, заходим Admiral Markets, сейчас я вам дам ссылку, не уходите, дам прямую ссылку, и вы сможете регистрироваться на наш следующий прямой эфир. Так, а где он? Прямая трансляция, да, что-то я не вижу прямого эфира. Подождите, я почитаю, мне Роман сегодня об этом писал, прочитаю, что он имел в виду. Так, а, вот он мне скинул прямую ссылку, я ее даю вам, и вы нажмите на колокольчик, как он мне сказал, нужно нажать на колокольчик, чтобы действительно вышло предупреждение, значит, вот, в чате я скидываю, а, Алекс Трейдер тоже что-то скинул, не то же самое, что и я хотел сейчас скинуть. Так, секунду, почему я не могу скинуть, потому что Ctrl-C и вот, Ctrl-V, вот, Алекс Трейдер возможно что-то другое скинул, да, он канал скинул, а я вам показываю, даю прямую ссылку и нажмите там на колокольчик, тогда вам придет то ли предупреждение, то ли, я не знаю, вы зарегитесь, ну, в общем, Роман сказал, что нажимать надо на колокольчик, вот здесь наверху, и все, и ждать, и вам придет и предупреждение, насколько я понимаю, и вы будете заучаствовать в этом прямом эфире. Что мы будем обсуждать, вы уже знаете, мы будем обсуждать с вами нонфармах в прямом эфире, кто был в прошлый раз, помнит, в прямом эфире будем смотреть движение, за 5-10 минут до нонфармах я зайду и мы начнем свой прямой эфир, и пока движение там не успокоится, пока мы не обсудим все, что произошло прямо у нас на глазах, мы не разойдем. Это очень интересно, а то трейдерам скучно, он, наверное, слыхали про случай в России, был трейдер, царство ему небесное, это и не скучно, это весело, дает, так, колокольчик жмется разово на канале, и будут тебе включения любой трансляции новых видео. Да, отлично, один раз нажав колокольчик, вы будете все время видеть. Это весело, это интересно, и самое главное, это полезно. У вас не какое-то свое мнение, возможно, немножечко неполное, да, вы можете не все факторы видеть, снац, слышать. Плюс у меня под боком Bloomberg, то, что там говорится, я буду транслировать, переводить сразу на русский, и разжевывать, и какие-то тезисы давать. Может, еще кто-то имеет какие-то источники, будет нам в чате писать. То есть, это намного более живое общение, намного более живое мероприятие, чем даже наш вебинар по вторникам. Так что, всех жду в пятницу по Москве, Италину, и Риге, у нас люди одинаково сейчас время, и в Украине, по Киеву 15.30, заходите за 10 минут, не ровно 15.30, чтобы вы могли пока настроиться, обсудить, ждать, да, собственно, этого момента. И так мы будем делать каждый раз на нонфармах, на ставках, это называется, минутки фонг, ВВП, инфляция, иногда это бывает важно, причем, не только по Бритву, Америке, также по Британии и по ЕЦБ. Время благо такое дневное, ну, у кого нет работы, или у кого есть возможность работать, заходите, всех жду. На сегодня все, на сегодня все, у нас уже как раз время 20.38, всем удачи на рынках, ставьте, а, Алекс еще вопрос задавал, секунду, в личном чате, я прочитаю вопрос, индикаторы, которые подтягивают информацию со СМИ, выставляют опционный уровень с учетом премии, о, если бы я знал такие индикаторы, которые подтягивают информацию со СМИ, выставляют опционный уровень с учетом премий, Поехали.